Музыка Я Ермольевич Сергей Андреевич Я Ермольевич Сергей Андреевич Мы имеем хотя бы континентальный климат, это, конечно, говорит о многом. Получается, что у нас не такое теплое лето, так сказать. Или, так можно сказать, не так много дней теплых, которые больше 20 градусов. Получается, если относительно зимы, то у нас в январе на юго-западе. Это, так сказать, как мы в Белоруссии называем ее сюда, южная сторона нашей республики. Это минус 4,5, а повыше это минус 8,5. Вроде бы так не очень, но все равно это сильно сказывается. И, допустим, летом аналогично. Если на севере у нас тут 17, то на юге нашей республики это 19,7. Это такая, так сказать, температура, которая, может быть, повседневная. Там за последний 50-летний период максимум температуры на южной части территории. Это плюс 38. Где-то лет даже больше, чем 50, наверное, мы замечаем такой момент зимой, в январе месяце, минус 44. И суровые зимы у нас практически не то, что даже 10-15 лет, где-то через 5-7 лет встречается. И основное, это максимум, это у нас где-то минус 30, минус 32. Сумма активных температур у нас 2,5-2,5 тысячи всего лишь. Это на юге, 2 тысячи это ближе к центру и там дальше, на севере. Безморозный период у нас там 140-150 дней. А осадков получается в среднем 600-650. И это в зависимости тоже от уровня центральная зона или южная зона. А заслужливый период до 300. И осадков, которые у нас с 13-го года поступили в реестр, и которые сюда привез. Надеюсь, вы их и Николай Федорович здесь хорошо размножим. Самыхлавовичский двор. Что хочется об этом сорте сказать? Это сорт, который, как называют у нас, не знаю, может, у вас тоже называют бумажный сорт. Потому что плоды очень тонко скорлупой. Буквально ребенок ее может раздавить. И даже если слабо дождливый год, получается, кожура настолько, скорлупа настолько тонкая, что даже иногда проступает, видно, даже выступает ядро. Ну, там буквально 0,8 миллиметров толщина скорлупы. Это немного. Сами плоды, как видно, эллиптически вытянутые. Выход ядра достаточно для наших условий, достаточно хороший, больше 50%. Ну, что можно еще сказать? То, что средняя масса плода, 8 грамм в среднем, это, наверное, по сравнению с молдавским, это немного. Я бы сказал, наверное. Ну, ядро обычно желтое. И дерево, можно сказать, потому что дерево мощное. Примерно в возрасте 10-15 лет достигает 8 метров, даже, может быть, больше. Ну, по форме кроны получается средней густоты, ну и округлая форма. Она достаточно мощная, развитая и округлая, имеет форму. Типы отношения верхушечные. У нас все сорта верхушечного типов отношения данные, которые я здесь представлю. И, как относительно этого сорта, потому что цветение протагеничное. Это получается в конце апреля, начале мая, и начинают свисти именно женские цветы. Что еще про этот сорта можно сказать? Ну, в основном я... Ну, зимостойкость достаточно высокая для данного сорта. Для наших условий, суровые зимы, это когда был мороз минус 30 на 32, однолетний прирост, верхушечный однолетний прирост, да, вырезает. Потому что не сам привезть прирост, но и верхушечный. Следующий сорт, это память Милон, это самый крупный из наших сортов. Получается, ну, максимальный, который мы с них собирали, это 18-20 грамм был. Кожура здесь, конечно, потолще, примерно до миллиметра. Округлые плоды, мякоть, ядро также желтое, приятное на вкус. Относительно дерева, потому что дерево тоже достаточно мощное и высокое, но виловидное, не округлая форма, она густая, но виловидное. Что хочется сказать, то, что у этого сорта получается тип цветения смешанный, гомогабный. Получаются практически одинаковые женские и мужские цветы к цвету. Но он сам себя не отпрыляет, все равно для него нужен опылитель. Но основное преимущество этого сорта, то, что он, да, зимостойкий. И то, что он самый крупный из наших сортов, из нашей белорусской селекции. Следующий сорт, это сорт пинский. Также достаточно зимостойкий сорт. Округлая форма кроны, достаточно мощная. Тип цветения тратогеничный. Это женские цветы, которые начинают цвести. И что относительно тех сортов этого сорта, они все практически относительно устойчивых к буротипистости или к буротипистости. Получается, что у вас бородовская жидкость обрабатывают весной, до начала вегетации. У нас есть префротокозофост. Это аналог, но только в виде пасты и более усвоенного форма. Потому что можно его об искреплении уносить. Он не забивает форсунки, ничего он хорошо размешивает. Извините, повторите, многие заинтересовались. Азофост. Он и в России производится, и у нас производится. Азофост? Да, это также тоже медседержащий препарат, только в виде пасты большие такие... В названии не скажешь. Канистры по 25 килограмм. Буквально получается одной этой канистры 25 килограмм хватает на вегетацию. Интересно. Но форсунки не забивает. Не забивает, нормально, хорошо, можно обычным бутоном обрабатывать. И до начала вегетации им обрабатывать. Клады у Сторхлоплинского небольшие, до 10 грамм. Выход ядра тоже средний, 40%. То, что сказать, что он тонкостворупый, можно сказать, толщина створупы до миллиметра, но он больше, по отношению, если относительно сравнивать с Самохлоплинским-2, он больше подходит для промышленной переработки. Потому что Самохлоплинский-2, если выстить на промышленную переработку, то сам аппарат, который будет его доставать, ну, дробить, то получится Самохлоплинский-2, он более столовый, что для такого диетического деталя его нельзя в промышленный поставить, потому что за тонкость скорлупы, он превосходится в труху. А Пинский и также Самохлоплинский-3, Палисминова, еще там узор, они пригодны для промышленной переработки, потому что скорлупа 1 мм, ну, 1 и 2 буквально. Ну, их также можно, допустим, нормальным статистическому человеку раздавить в два ореха друг по другу. Настолько она торгая, что прямо не поддается. И следующий сорт Самохлоплинский-1, это также зимостойкий сорт достаточно. Дерево также 8-10 метров в 10-летнем возрасте, густой кроной, округлой формы. И это самый, так сказать, из наших сортов, не самый крупный плод. То есть 7 грамм. Но он также очень хорошо для промышленной переработки, потому что выпад ядра 40% и скорлупа у него. Хорошая, миллиметр, миллиметр и два. Относительность этого строка, то что он для переработки, зимостойкий, устойчивый, при минимальной обработке, ну, так и минуту, морсониозу. Ну, по вкусу они все практически одинаковы. Каждый имеет жиминку во вкусе ядра. Я еще хотел бы вкратце рассказать о нашей технологии размножения, которую у нас в институте делают и пробуют что-то новое туда, добавляют своего, но основа, я сейчас вкратце расскажу, но все равно выход у нас маловат. Получается, мы подвори собираем из своих культурных сортов, помчаем, то есть собираем плоды, сеем на зиму. Два года они у нас растут, потому что за один год у нас не получается, достаточно толстого подвоя, хотя бы до сантиметра. Они два года растут у нас в школке. Через два года мы выкатываем, храним при температуре от 0 до 5 градусов, и где-то в конце февраля, в марте начинаем делать прививку в лабораторных условиях, зимнюю прививку. Делали мы разные способы, и вращеп делали, и закору, но последнее, что мы остановились, это мы улучшены капулировкой. Это получается вот на складе с язычком. Это в последнее время у нас как-то лучше начало получаться, и в дальнейшем в росте, когда он растет, сам саженец, он не так обламывается, потому что другие способы, там он получаются, или недостаточно хорошее срастание, или получается, по-классам, при выкатке саженца он обламывается. Пока что у нас на данный момент получилась улучшенная капулировка, лучшая сцепка подвоя-спивое. Ну, впоследствии у нас есть камеры, которые отапливаются до температуры 28-30 градусов электричеством, и там порядка 30 дней мы удержим. Начинается интенсивный рост. И у нас тут есть такой маленький нюанс, то что получается, эта камера полностью, мы помещаем эту прививку, помещаем в опилки, в влажные опилки, постоянно наблюдаем за влажностью опилок, чтобы не пересыхали. Но нюанс такой, что этот весь контейнер или несколько контейнеров с этими опилками стоят полностью при этой температуре. И этот, на данный момент мы поняли, что это очень большой минус, потому что получается, медленнее растет, происходит медленнее развитие привоя-привоя, потому что в тепле, при такой температуре, рост корневой системы интенсивно начинается быстрее, нежели, допустим, привоя. Получается, пока там приведет срастание и начнет рост, видно, что будут начинать почки набухать, у нас уже в этом контейнере получается целый газон, потому что корневая система быстрее развивается. Это вот большой минус. Ну и впоследствии, после этих 30 дней, что у нас, например, температура выдерживается, мы отбираем те, которые срослись, помещаем буквально на неделю-две еще в адаптивную комнату, которая там где-то примерно градусов около 10, и там уже есть освещение, и после этого высаживаем в теплицу. В теплице у нас буквально в год они доращиваются под поливом, потому что мы были как-то пробовали сразу после адаптации, если было бы при 10-ти градусах высаживать этот крупный грунт, но у нас бывают случаи, что в мае месяце у нас еще бывают заморозки, и если заморозки, допустим, минус 2, минус 3, то получается весь пироскатурный был сверху, иначе расти, он просто червенит, а потает. И мы вегетация начинается только в июне. Он не вымерзает еще, но просто все эти почки спящие просыпаются замуж уже другие. Ну, затермаживается прирост. Поэтому мы решили первый год на адаптацию все равно вставляем целый год в теплице, и он нормально развивается, дает буквально сантиметров 70, пироскатурный мы их выкапываем, их храним в подвале, и потом на следующий год уже высаживаем сад. Ну, еще раз хочу сказать, что вроде бы мы, так сказать, отработали этот свой способ, но, допустим, если взять примерно выход стандартный саженцы, если бы, допустим, просто сказать, стол привили, ну, штук 30 уходит на выходе, который высаживаем сад. Так Сергей Гуренен, какая вы снизу рейтинг? Так в том-то и дело, что, как говорится, методом проба и ошибок, получается, что, да, мы что-то уже придумали систему, которая будет греть только вместо привитки, а не все вместе. Почему? Контейнер у вас, скажем, половинчатый, сделаем, то есть вы повторяете одно и то же. В смысле? В одни и те же контейнеры начинается греть снизу. Вы можете 40%? Так нет, так там не греет снизу, там просто обогрев, получается, закрытая камера, которая равномерно ременовалась, здесь температура сверху до низу, она не высокая, она ниже, чем у меня, это 1,80 м, и, ну, 3 метра квадратных, вот такая камера. Получается, она просто весь, вся нагревает. Нету возможности греть верх или низ, то чудо. Вот это... Погревная погревная. Да, 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 и получается в этом большой минус, потому что быстрее растут, конечно же, побои, чудо. На слайде я, только, получается, стою около, это не Саженец, а Сенец, из Санопавловской пуляции стоят, только на второй год у нас, получается, такие вот по двое, где-то, то есть я 2 метра, ну, только по метру поставлю. Но это только на второй год, на первый, такого не было. Как бы не старались. Это в нашем саду, это у нас приезжал менеджер из Ореховой ассоциации, это просто, я хочу, конференция в прошлом году, это просто в нашем саду, в наших сферционных образцах. Это наш, этот верхушный тип отношений, которые имеют. представление. Ну, ну, да, ну, спасибо. А, еще я хотел такую, относительно нашей Беларуси, представление, есть такая организация ПАУ, которая, это продовольствие, связанная организация 11-19, которая представляет вот, в этом доступе по всем сторонам информацию, то, что уважаемость, это, площадь, все остальное. Вот я как-то интересовался, зашел, и вот увидел такие цифры относительно нашего Грецкого Ореха. И предоставлено только площадь урожайности собрана. Но это нереальные цифры, потому что у нас столько не может быть, во-первых, площадей 5000 гектаров и 16000 тонн собрано за 16-й год. Это нереальные цифры, хотя там они уточняют, что какой-то нереальный цифр, а именно математическим какими-то местожениями исчезают. Но это просто сказка. И примерные цены на продукцию, которую на этот год, в 18-м году. Это я в долларах показал. То, что продает институт, не столько в основном продает сельцы, потому что саженцы у нас слабые, и это редкое исключение бывает, что мы продаем. Это большой отход. Ну, орехи, сходу, и, соответственно, что фермеры и магазины работают, это покатили. В долларах. Ну, чтобы были неспоятными. Все. Вопросы есть нашему белорусскому коллеге? коллеги. Ну? Для моего счастья. Спасибо. Значит, я хотел сказать, что я хотел бы, надеюсь, посмотрит это видео и директор, и что-то, академик Таранов Александр Александрович. Какой он кандидат? Академик. Извините. Он на правильном пути. Пожалуйста, Олег, сними зал. Мы все считаем, что институт сделал правильный шаг. Видите, у него сорта. И самокритично Сергей Андреевич говорит, что да, им не тягаться с молдавскими, но они адаптированы к условиям Беларуси. И, наверное, они пойдут запросто и в Польше. Они пойдут и на севере России, и пойдут и в Прибалтике. Поэтому для нам очень важно вот их эту наработку. Я почему был настойчив? Для того, чтобы все-таки сдвинуть дело с мерзлой точки. Скажу, что они, белорусы, это старые бюрократы из советского разлива. Они очень трудно поддавались. Но, в конце концов, приезд в зал отдела, значит, и это уже контракты привез на размножение. Привез необходимые документы для регистрации. Мы будем регистрировать. Черенки, которые привезены, мы привьем. Посадим матовый черенковый сад, демонстрационный сад посадим. Он будет, мы сделаем его таким образом, чтобы даже в нашем конкурсном саду были ваши сорта, чтобы они сразу же, вот видите, как там Кишиневский, вот какой, скажем, Чандли рядом с ним вот такой. Для того, чтобы было это все наглядно, чтобы не просто. У нас такая привычка вредит. Мы не огульно никого не критикуем, мы показываем. Есть тема, мы ее вникаем, изучаем и потом даем ответ. Нравится или не нравится. Значит, добрый час. Знаете, шамалдаване господару и Китенко сделать все необходимое. Мы надеемся. За этот вопрос нужно вместо. Мы с вами подробно поговорим и, значит, Дариус будет с нами сегодня, после всего, мы подробно потолкуем это дело все. Мы, наверное, обмоем. Надеюсь. Да. Все, спасибо. Все хорошо. Так. Субтитры сделал DimaTorzok